Всем прекрасного дня! Сегодня у нас профессиональный праздник в какой-то части населения страны. У меня сразу ассоциация, что это рожденные в 60-е, в 70-е. Ну, естественно, есть те, которые в 90-е. И кто в 2000-е тоже родился уже в рядах ВДВ. Есть, конечно, и другие подразделения элитные. Я не сильна в этой теме, поскольку у меня другие темы интересны. Но, тем не менее. Плюс сегодня день покровителя неба, ответственного за погоду, за ливни. Илья. Илья у меня ассоциируется с Ильясом. Обычно говорят, Илья пророк. Имя, кстати, хорошее Илья Муромец. По сути, мой земляк. Неважно, кто-то считает, что это вымышленное лицо, кто-то верит в то, что он действительно был. И его останки мощи хранились, по крайней мере, до событий двухлетней давности. Может быть, до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре. К сожалению, не было возможности туда попасть. Но вот смотрите, какие хорошенькие лиственницы. Прямо в черте города, потому что здесь была тайга. Тайгу вырубали и строили микрорайоны, районы города. Он, как и Москва, любой город. Это просто скопление деревушек. Какая-то часть, как центр, выступала в качестве города. Это слово ГО. Если не ошибаюсь, на санскрите ГО означает, имеет два значения. Земля и корова. Отсюда ГО-ВИНДА. Ну, соответственно, в русском, я недавно об этом говорила, писала. В русском языке слово ГО-ВИНДА. ГО-ВИНДА – это одно из имен эпитетов. КРЕСЬ. Языческий такой, славянский. КРЕСЬ, 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 КРЫШИНЬ. Соответственно, у индусов это Кришна. Кришна, который пастушок играл на дудочке, следил за коровами. Отдельно есть тема Небесная корова, Млечный путь. Почему наша галактика называется. Не только потому, что она похожа на поток молока. Кто любит эти темы, он углубляется, он потом понимает. Доходится крайний смысл. Люба, как всегда, поскольку высот стив гекс, с темы на тему переходит. Уходит в разные ветки тематические. Отсюда ГО-ЕСИ. ГИСИ это второе лицо, единственное число причастия, которое со временем перестало использоваться в русском языке. То есть, ИДУЩИЙ. А, соответственно, кого называли? Уходи от нас, ИЗГОЙ. То есть, это все одно коренное. Соответственно, есть же версия, что прославянский язык является базовым. И все остальные языки путем перестановки слогов, звуков, слова появлялись. Ну и сочетание несочетаемого. Таким образом, все-таки это индоевропейская семья языков, да, германские языки. Там тоже у них подразделяется. Я сейчас не буду углубляться. В английском, что мы знаем, ИДУЩИЙ, глагол ИДИ, to go, go. Может быть, еще какие-то можно поискать примеры. Сейчас мне не до этого. То есть, по поводу ИДУЩИЕГО, да, земля. Уже настолько углубилась в свои мысли, размышления, что ушла от главной темы. ГО в слове ГОРОД. ОГРАДИТЬ. ОГРАДА. ОГРАДИТЬ. ОГОРОД. БЛАГОДАРСТВУЮ. И, то есть, место, которое огораживали. То есть, много людей ходило. Это основная часть, из которой формировался любой город, городок. И вокруг какие-то поселения, деревушки. И уже, соответственно, они примыкали. То же самое в нашем городе. Он, конечно, еще не миллионник, но почти. О, воробушик тут присел, молодой. Жалко, что не показать. Вот здесь где-то в дереве он там щебечет. В общем... Ой, ну надо же, аж два троллейбуса. В общем, у нас тоже были деревушки. Вот, допустим, Кузьмиха. Все знают, что на Кузьмихе СТО несколько мастерских. Ремонт, помыть машину, сдать техосмотр, ремонт, техобслуживание. Это все на Кузьмихе. Но когда-то там была деревушка. Поэтому СТО Кузя называют. И еще ряд районов. Сейчас некоторые ЖК-комплексы новые. Ну, там стоит 2, 3, 4, 5, 6 домов. Называют жилой комплекс. Или даже один какой-нибудь угловой дом. Называют. Я начинаю смотреть. А оказывается, здесь была деревушка. Вот, допустим, предместе Глазково. Район исторический. Ну, соответственно, рабочая там, все эти ремесленные мастерские когда-то были. Производство. Оно даже в названиях улиц осталось. Есть названия, которые не менялись все эти 300 лет. Ну, 200. Кож заводская, например. С кожей работали. Так она и осталась, как называлась. Это улица, название ее. Ну, вот тут у нас Сантоки. Японское название. В общем, интересно вот так покопаться, да? По поводу того, как появлялись города. И к теме возвращаюсь Ильи. Пророки, не пророки, духовные личности учителя. В исламе очень интересно. Там свои пророки. Ильяс и Архадыр. Ну, все, мои предки-белорусы привет мне передают. Трактор маленький проехал, чистильщик. Называется «Белорусы». Ну, через такие маленькие знаковые какие-то моменты передают нам привет. В общем, я поздравляю товарищей ВДВ-шников с их профессиональным днем. Желаю им здравия и процветания. И радовать нашу землю родную и близких. Всего самого доброго.